Вот рисунок отвертки. Хотя нет, я неправильно выразился. Это символ отвертки, так как я рисовал ее из головы, а не с настоящего объекта. Поэтому я просто визуализировал свое представление об отвертке. Поэтому рисунок довольно однообразный. Сегодня мы постараемся придать ему индивидуальности. Одна из важных особенностей наблюдательного рисования – уметь видеть конкретный объект, который находится перед вами, а не просто его модель. Поэтому у реальной отвертки есть конкретная уникальная форма. Вот реальная отвертка. Я достал ее из ящика инструментов и сфотографировал. Она вообще не похожа на ту, которую я нарисовал. Есть много разных отверток. В этом-то и суть. Итак, мне нужно добавить к изображению деталей и жизни. Я буду использовать реальный объект и придам ему уникальную форму. Но как это сделать? Первый способ – это рисование контуров. Counter-Line Drawing. Это медленное аналитичное рисование контур объектов для того, чтобы передать его форму. Есть много способов для того, чтобы передать форму. Я люблю начинать со схематичного изображения объекта, которым мы занимались в предыдущем видео. Я просто измерю стандартные пропорции отношения длины к ширине и оставлю основные пометки. Вот тут кончается рукоятка. Вот еще одно разделение. Ок, и этого хватит. А теперь приступаем к самой важной части. Вам нужно использовать кончик карандаша и очень аккуратно передать форму объекта. В этом случае рисование займет куда больше времени, чем в создании эскизов, которыми мы занимались раньше. Суть техники в том, чтобы отобразить лишь внешние контуры формы. Нужно аккуратно и точно передать все изгибы, контуры и небольшие детали. Возможно, вы не часто сталкиваетесь с подобными объектами. В повседневной жизни у вас вряд ли часто возникает потребность анализировать форму объекта. Так что вы можете увидеть детали, которых раньше не замечали. Нужно лишь внимательнее смотреть на край объекта. Так вы сможете передать все детали его формы. Вот что у меня получилось. Эта форма сильно отличается от того, что я показывал вам в начале видео. Я достиг этого просто за счет того, что смотрел на объект внимательно, а не создавал изображение из головы. Есть много разных техник для передачи контура, но мы с вами сейчас сосредотачиваемся на умении видеть контур. Важно уметь увидеть уникальную форму объекта и перенести ее на бумагу. Это может быть трудно, но это важно при наблюдательном рисовании. Домашняя работа на этот раз довольно проста. Выберите 10 объектов, относительно простых. Расположите их перед собой и перенесите их контуры на бумагу. Я даю вам только 10 для того, чтобы вы внимательно поработали над ними. Это не работа на скорость. Суть в том, чтобы вы работали очень внимательно и точно. В следующих видео мы продолжим разговор о форме объектов и о том, на что нужно обратить внимание при наблюдении. А пока занимайтесь рисованием контуров. Желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok